Молик всем вам, мы рады вас видеть. Вчера мы затронули тему насчет того, что человек во время злости, не дай Бог, он проклял свою жену, он ей пожелал, чтобы она, не дай Бог, не дай Бог, сгорела, хасвишалом. И теперь он кается и боится, чтобы его слова не повлияли на нее, чтобы, не дай Бог, это не произошло. И мы сказали, что когда человек кого-то проклинает, он совершает большой тяжкий грех. А если он еще имя Бога говорит, Элоким, он говорит, мы в Бухарске много раз используем имя Бога, когда кого-то благословляем, и некоторые даже, не дай Бог, когда кого-то проклинают, или потом, да, я не хочу говорить имя Бога, нельзя. Написано в книге Орах Мишпад, глава 27, что если человек кого-то проклинает, он не только делает грех, он еще того, что он проклинает, он еще делает грех, любив ближнего, как самого себя. Значит, он говорит, что он делает два греха. А я бы еще добавил, что если он имя Бога говорит, он еще третий грех делает, потому что в 10 заповедях написано, не произноси имя Бога напрасно. Поэтому, когда человек кого-то проклинает, он имя Бога зря говорит, Бог не хочет, чтобы сейчас его имя использовал. Значит, если он не заслужил этого проклятия, вы кого-то, не дай Бог, проклинаете, а он этого не заслуживает. Для вас он плохой, но Бог считает, что он хороший. Но вы на него злой. Иногда человек попадает в какую-то ситуацию и обвиняет другого. А он не виноват, этот человек, кого вы обвиняете. И вы, не дай Бог, его проклинаете, но он этого проклятия не заслуживает. Тогда это проклятие возвращается к тому, кто проклял. Вы посылаете кому-то письмо, адрес оказался неправильным, а письмо обратно возвращается назад. Поэтому человек, не дай Бог, не должен никого проклинать, потому что, если этот человек не виновен, вы думаете, что он виноват, вы уверены, что он виноват. Но он не виноват. Тогда, не дай Бог, это проклятие возвращается к тому человеку, который проклял. Написано в книге Яфеля Леев, 4-й том, Хошель Мишпан, глава 27-я. Если человек, не дай Бог, проклинает свою жену, он получит больше наказания, чем если он проклинает другого человека. Как написано в книге Мет-Йосеф, что если человек ударил свою жену, это больше грех, чем если он ударил своего знакомого. Потому что он должен жену уважать больше, чем он уважает других. Значит, если человек, не дай Бог, кого-то проклинает, он уже это высказал, и поэтому это проклятие, не дай Бог, должно исполниться. Но вопрос, на ком он должен исполниться? Не дай Бог, пусть тебя проклинает, но ты никого не проклинает. Потому что проклятие, не дай Бог, может произойти не ему, а не дай Бог тебе. Мне задали вопрос, что если человек ревнует свою жену. Вопрос, почему у нее ревнует? Может быть, у него есть на это какие-то основания? Может быть, она слишком много разваривает с чужими мужчинами? Человек должен сказать своей жене, ты нарушаешь законы скромности. А вот написано, что человеку нельзя разговаривать с чужой женой. И даже со своей женой он должен поменьше разговаривать, уделять время, конечно, он должен разговаривать, но должен какой-то быть лимит. Поэтому, если человек видит, что его жена слишком много разговаривает с чужими мужчинами, то он должен ей сказать, я, не дай Бог, не подозреваю тебя ни в чем, но в перке вот написано, что человек, который много разговаривает с чужой женщиной, он попадет гейном. Даже если на его поменьки придут тысячи человек, все рабаи придут на его похороны, будут выступать, это ему не поможет на том свете? Есть такие люди, думают, что если на похоронах много людей, значит он в Ганеден попадет. Я знаю несколько человек, которые на похоронах было тысячи человек, но зато он... Навряд ли он попал в Ганеден. А есть люди, которые там даже о Суроне собираются, но зато он попал в Ганеден прямой. То, что много людей на похоронах приходят, это еще не значит, что он попадет в Ганеден. Или на ИшВО. Или на ИшВО, или дорогой памятник ему воздвинули. Это ничего не значит. человек который кого-то проклинает это кому-то он бросает камень на стену стена она не получит этот камень а камень упадет и даже может еще на тебя обратно попасть а я принес это помошон на того кто стреляет когда человек кого-то проклинает что это получается как будто он стрельнул кого-то и эта пуля вернется обратно к нему она может обратно вернуться к нему но лучше всего я думаю может он это когда человек посылает письмо что если адрес неправильно он обратно возвращается перед тем как бог наказывает того человека которого вы прокляли бог говорит а почему он имеет право другого проклинать что он такой святой сам ну-ка давайте посмотрим его самого есть он такой святой и мы все знаем что большинство людей они далеко не святые правильно мы знаем что исхаковину прожил 180 лет раньше люди жили долго яковину прожил сколько 147 на 33 года меньше мы знаем одна из самых популярных причин почему потому что фараон спросил якова сколько тебе лет яков сказал свой возраст и потом он сказал немножко слова недовольства он город я много в жизни мучился даже говорит когда был в животе матери у меня уже там начались проблемы потому что у меня был брат двойняшка который меня притеснял ими проблемы делал уже и говорит когда я попал в живот моей матери я уже начал оттуда страдать он сказал 33 слов недовольство поэтому бог я кого 33 года жизни укоротил я кого суждено было тоже прожить 180 лет значит написано что приблизились дни исраэля к смерти приблизились у нас на бухарском есть такое выражение мурдышка ревома до его смерть приблизилась когда написано что его дни приблизились к смерти это значит что он не дожил до возраста своих родителей человек минимум хотя бы должен прожить столько сколько его родители минимум пять лет плюс пять лет позже вот так в течение вот этих плюс минус пять лет он должен быть очень осторожным быть вот если его мама прожила скажем 65 лет от 60 до 70 он должен быть особенно внимательным теперь что будет ему уже 70 лет теперь он должен смотреть на своего отца его папа прожил 84 года скажем теперь он должен быть осторожным 79 до 89 так написано бывает что человек раньше умирает мы знаем много таких но особенно в обычно вот так гены они очень сильно влияет тоже альшик или рахель вамар и машин ким сайт элюкэха луи якова вину сказал лавану если кто-то взял твоих идолов пусть он не живет но он не знал что кто эти идолы взял его жена рахель дочка лавана яков не знал из-за того что он сказал что тот кто взял твои трофеи пусть он не будет жить он не знал что это рахель взяла и рахель она природах умерла ей было всего лишь 26 лет она скончалась 11 хешван прошлую субботу это было 11 хешван то есть 10 дней назад позапрошлую субботу поэтому якова вину к сожалению из-за этого сам тоже потерял 33 года жизни значит есть два мнения почему яков не дожил 33 года первое мнение что он фараон жаловался второе мнение потому что он из-за него умерла рахель и когда бог кого-то наказывает из-за вас к сожалению вы тоже можете получить наказание несмотря на то что рахель у нее намерения были хорошие она хотела чтобы папа перестал поклоняться этим трофеем все равно так как якова вину он сказал что кто взял эти трофеи чтобы он умер поэтому рахель умерла несмотря на то что у нее намерение были хорошие несмотря на то что яков совсем не знал что это было рахель и когда сыновья якова пошли закупать пшеницу в египте они сказали папа там один есть правитель который нам проблемы делает яков мог этого правителя проклят проклясть или нет он мог сказать пусть он умрет он не знает что это его сын он думает что это какой-то правитель не евреи яков сказал я уже однажды сделал большую ошибку что я кого-то проклян не знаю что это моя жена я больше никогда никого проклинать не буду ни в каких ситуациях и хорошо что он не проклял этого правителя потому что он не знал что это иосиф его сын представьте если он сказал пусть этот правитель умрет и не проснется завтра утром он не знал что это его сын не дай бог иосиф бы скончался поэтому яков он сказал я уже один раз сделал большую ошибку это больше никогда не повторится это называется келелат хахам что когда мудрец кого-то проклинает то это уже не дай бог сбудется так как мудрец он никогда не матерится никогда не обманывает никогда не говорит глупые вещи когда мудрец уже что-то говорит почему люди бегут чтобы раба его благословил иди к этому человеку который золото продает на 47 иди у него возьми благословение нет я не хочу почему потому что может он матерится этот человек может он обманывает когда человек матерится и обманывает его благословение не считают но когда человек за языком следит он всегда говорит только святые вещи никогда не обманывает никогда не лгет никогда не матерится его языком святой когда он что-то говорит бог говорит исполняйте то что он говорит поэтому когда он кого-то благословит бог сразу говорит аминь если он не дай бог уже кого-то проклянет бог говорит исполните то что он говорит поэтому люди бегут к святым людям чтобы они дали ему благословение и не обязательно что у вас была длинная борода что вы могли кого-то благословлять если человек за языком следит, даже если у него не длинная борода, у него клетчатая рубашка, он простой. Знаете, он надевает джинсы. Простой человек, но он за языком следит. Когда он кого-то благословляет, Бог говорит Амин. Я заканчиваю мои речи. Значит, мы видим, у Якова вину, так как он проклял нечаянно Рахель, не специально он не знал, что это Рахель своровала Трофим, он тоже получил проклятие. Когда человек проклинает свою жену, он к себе тоже проклинает. Когда жена мужа проклинает, она себя проклинает, потому что муж и жена, они одна. Сатана, вы говорите, но одна душа. Поэтому нельзя, чтобы человек проклинал никого, особенно, не дай Бог, чтобы он проклинал свою жену или чтобы она проклинала своего мужа. Мы продолжим наши речи в следующий раз. Спасибо вам всем за участие.